друзья приветствую вас это утренний обзор курс доллара курс евро рубля давайте посмотрим что происходит что нам ожидать так вот смотрите фрс вчера активно включилась в дело обещала напечатать еще больше денег на фоне этого рынке отскочили помимо того что напечатать еще денег появились и другие новости которые указывают на то что закачка будет очень мощной как только рынке будут проседать в частности терминале bloomberg пришло оповещение о том что приготовиться к тому что фрс возможно сделает отрицательные ставки изначально планировалось что они это осуществят сентябре но с учетом текущих реалий если будут повторяться подобные просадки одну уже в июле мы вполне а то и в июне можем увидеть отрицательные ставки отрицательные ставки на самом деле для экономики это зло но с другой стороны трампу надо в любом случае удержаться на плаву сделать все возможное для победы выборах поэтому я думаю если вопрос будет стоять таким боком то ведут и отрицательные ставки так ну вот наш волшебный физик вроде как сидит до сих пор в нефти позиции видите в объеме открыты то есть ожидает что все таки нефть пойдет отбиваться от 45 возможно пробивать и идти выше ну если подобная политика стороны фрс продолжится то нефть наверно тоже запустят в космос вот но я бы сейчас пока такую ставку долгосрочную среднесрочную нанять бы не делал так вот и корона вирус все равно продолжается пандемия растет количество заболевших сша в мире и по сути вторая волна уже активно идет так вот еще трамп 1 триллион долларов хочет напечатать для того чтобы вложить в инфраструктуру прямо как во времена великой депрессии когда правительство занимал людей тем что они строили дороги по всем соединенным штатам так мы вот по сути в результате того падения которые мы видели на прошлой неделе за выходные видимо фрс простимулировали и начались очень активные меры связанные и с покупкой с выделением дополнительных средств для того чтобы рынке удержались на плаву и не падали так но коммунистическая партия китая наверное хочет окончательно добить трампа с одной стороны вполне понятно то есть восток дело тонкое консервативное к трампу они привыкли все его чудеса знают возможно даже от души хотят чтобы трамп остался уже это так преподносится потому что демократы они известны активным вмешательством во внешние дела но с другой стороны как бы с учетом внутренней конъюнктуры подобные заявления со стороны китайской компартии они могут еще поснимать баллы трампа но вот видите сейчас у нас получается как бы новый стимул то есть если рынке падают то наиболее вероятно что где-то в районе 2950 2900 по снг будет включаться фрс или же будет продолжать печатать деньги и покупать облигации или же они будут вводить отрицательные ставки то есть у нас по снг на ближайшее время обозначилась линия поддержки и так на позитивной ноте связанной с фрс сегодня китай отрастает уже более одного процента китайский индекс идет вверх это позитив для нашего рынка и в первую очередь это позитив для чермет северсталь ммк и новым к они сегодня с утра будут я думаю активно отскакивать вверх так но китайский юан сегодня с утра просел это позитивный знак в части того что пока не предвидится никаких там осложнений со штатами так на фьючерс на smp сегодня торгуется выше 3050 достаточно позитивный момент здесь вот обозначился диапазон который сильной поддержкой будет выступать это отсюда и досюда но все как бы в районе 3050 то есть как пробить и вот этого диапазона приводит просадки сюда вот если котировки удерживаются выше то соответственно идет движение от красной линии и до оранжевой линии то есть но здесь как бы ключевой момент пробития вот этого значения закрепление выше вот но это кстати будет тестом если те меры которые фрс и трамп вчера заявили то если они как бы действительно рынке в них верят то мы увидим сегодня или завтра пробой вот этой линии закрепление выше если нет то вот этот боковик продолжится этот боковик будет периодически приводить к тестированию вот этой красной линии и пробитию и движению вниз и по факту каких-то мер заявляемых со стороны президента сша и фрс это падение она будет как-то гаситься и временно отскакивать сейчас вот ключевой момент будет не будет взят вот это значение если его возьмут и пойдет рост объема и торгов то соответственно вполне как бы возможно что мы вернемся и выше и возможно даже сходим на ретест хая но вы видели какое падение было на прошлой неделе и здесь как бы напрашивается такой вывод что по сути как бы рынок уже стал медвежий и вот эти заявления все эти действия они просто делаются для того чтобы падение не было резким и где-то какое-то время в районе в районе 3000 его поддержать вот поэтому сегодня наблюдаем сегодня завтра как вот этот диапазон будет разрешен и на каких объемах исходя из этого скорее всего будет но какое-то ориентировочное понимание куда разовьется движение ближайшие недели может быть месяц но и сегодня с таким движением разумеется российский рынок по крайней мере на открытии в первой половине дня скорее всего будет позитивно торговаться так далее индекс доллара но здесь смотрите вот у нас движение все сейчас в этом диапазоне между сильным уровнем и диапазоном идет здесь какой момент важен если пойдет пробитие верхней границы и закрепление вот в этом диапазоне произойдет то это уже приведет к более серьезному ослаблению доллара и здесь цель движения будет девяносто четыре шестьдесят три девяносто четыре три вот сюда вот этот диапазон но правда здесь может нарисоваться двойное дно а двойное дно эта модель который приводит к резкому движению вверх но на текущий момент времени с учетом тех действий которые фрс предпринимаете как она добавляет ликвидность здесь надо смотреть вот будет или не будет пробит этот уровень если он будет пробит то это очень хорошо это позитив для нефти для российского фондового рынка вот если щетки пойдет колебательное движение в этом диапазоне то скорее всего ближайшее время будем тестить верхний уровень вот если пойдет его пробитие закрепления то движение вот к этой величине она вызовет ослабление рубля и коррекцию на фондовых рынках на фоне действий фрс начал падать викс падать он начал но пока он не пришел в ту зону которая собственно говоря указывает на то что ситуация более или менее стабилизировалась такая зона она находится где-то ниже 32 30 то есть вот если мы приходим сюда и движемся вниз то значит рынке более или менее успокоиться на текущий момент значение все-таки пока достаточно высокой хотя здесь произошел разворот и по четырех часовику и поднявки но то что он не опускается не идет до конца вот это движение не выполняет это достаточно настораживающий факт так мы евро доллар здесь на фоне всех этих самых чудесных дел с увеличением денежной массы евро начала расти к доллару вот он приближается к своему важному значению который если пробьет и закрепится то отсюда уже вероятно будет движение цель которую одна целая 1496 текущая ситуация по евро доллару если сейчас ближайшее время мы пробиваем 1 целый 1350 то отсюда развивается движение цель которого отработка вот этого диапазона если у нас все-таки пробою ближайшее время не будет пойдем вниз и пробиваем 1 целый 1324 то у нас развивается движение сначала на 1 целый 1316 если здесь не удерживаемся то идет возврат в этот диапазон ситуация может сегодня накалиться либо это будет связано с китаем потому что тут уж как-то все там подозрительно стабилизировали стабилизировать быстро либо еще какие-то известия по корону вирусу или по беспорядкам потому что здесь как-то вчера все очень сшито да гладко решился вопрос заявлениями фрс и трампа предоставление дополнительных стимулов вот а викс сильно не упал в норму не вернулся поэтому вот то что такое противоречие есть эта ситуация она настораживает так друзья но если четырех часовик по евро доллару рассматривать здесь все-таки высока вероятность движения вот в этот диапазон такой сценарий будет сломан если ближайшее время убить увидим пробитие 1 целый 1324 по евро доллару тогда как бы если пробитие происходит идет возврат вот сюда в этот диапазон ну и здесь как бы на подходе если вот она пробивает сюда идет получается фигура голова и плечи соответственно то есть если начинается корректировка эта корректировка ведет вот сюда на это значение но это вопрос такой будет он уже несколько дней будет развиваться то есть сначала должно прийти сюда поторговаться и потом где-то концу недели если не не пробьет не пойдет выше она вернется на это значение так ну далее нефть по нефти пробили вот этот диапазон я вот был уверен что мы в этом диапазоне какое-то время будем торговаться но поскольку фрс внезапно по указанию бросила денег для того чтобы рынке не падали соответственно мы не только вот из этого уровня вышли пробили верхнюю границу но и закрыли здесь цель была на четырехчасовике вот в этом диапазоне и соответственно даже пробили наш волшебный сильный уровень 39 и 7 и нефть потянули опять выше выше и выше так на смотрите вот у нас опять как бы вокруг этого сильного уровня строится движение вот если здесь закрепление происходит то есть если мы не пробиваем его а в данном случае у нас пробитие это уход в диапазон 39 47 и нижняя граница его проходит вот здесь вот то есть если в этот диапазон уходим здесь начинается проторговка тогда скорее всего все таки вот это был просто короткий отскок который ведет к тому что по нефти будет возврат вот сюда вот в этот диапазон и потом все таки возврат вот в этот диапазон который с моей точки зрения на текущий момент достаточно устойчив для нефти вот но если мы сегодня за закрепляемся над этим значением и потом еще идем пробивать 39 95 40 вот это значение то отсюда у нас развивается поход цель которого первое вот сюда восходить и потом отработать цель который находится вот здесь то есть ключевой момент это удержать вот этого уровня и пробитие 40 если это сегодня завтра происходит то по нефти идет движение наверх если мы все-таки не удерживаем этот уровень и пробиваем то начинается проседание у которого сегодня завтра послезавтра цель движения возврата в этот диапазон и сильная поддержка это 37 так но rgbi у нас болтается в диапазоне на самом деле я думаю его в любом случае удержат по крайней мере до вечера среды выше 155 67 действия фрс позволят завтра хорошо размещение провести последнее время размещения у фазы они проходят с тем что спрос превышает предложение то есть получается сметают российские новые облигации государственные это позитивно для курса рубля бочка нефти стоимость рублях в районе вот этой верхней границы торгуются вниз и провалиться не дали на текущий момент но я думаю все равно как бы мы в ближайшее время уже наверно в июле месяце увидим как ее будут подтягивать куда-то сюда так далее рубль-доллар ездит умора но вчера фрс конечно заставил поволноваться меня тем что эти меры ел и мы соответственно вот из этого диапазона выбились то есть по идее мы должны были торговаться вот здесь вот на фоне действий фрс пошел рост нефти и соответственно рубль начал укрепляться в доллару и евро вот по сути мы сейчас вернулись на сильный уровень на новый сильный уровень который образовался процессе всего этого движения сейчас давайте посмотрим что нас ждет по валютным парам так вот 4 часовой таймфрейм выбили из этого диапазона волшебного ну видите вот опять же сильный сильный уровень образовавший 76 как он сработал то есть вот там можно говорить там фрс не фрс нефть нефть но тем не менее то есть ему подошли ударились и сразу поскольку не пробили не закрепились пошел откат единственно только я предполагал что мы в этом диапазоне поболтаем ся походим какое-то время но здесь вот поскольку американские власти активно включились то пошел соответственно у нас провал и откат так что я могу сказать нас утра sky наиболее вероятный сценарий это движение будет диапазон 69 39 69 23 вот здесь до бой должен по 4 часа веку произойти сейчас давайте часа вик посмотрим так на часа вик указывает на то что на открытие скорее всего мы откатимся но ну то есть рубль укрепиться но на самом деле движение 69 и 4 вот куда-то сюда либо даже от текущих значений может быть разворот посмотрите здесь момент следующий даже невзирая на то что нефть выросла у нас сверху остались определенные целью в этом диапазоне и поэтому здесь при малейшем каком-то движении или рисков и его все равно будут сюда подтягивать и он будет вот эти куда-то в этот диапазон закрывать те цели которые здесь оставил так на почасовику у нас идет торможение но по идее еще где-то вот на 69 38 запас хода имеется но и здесь если с утра мы увидим пробой 69 33 то отсюда разовьется движение цель которого 69 168 95 вот сюда вот этот диапазончик так мы по 15 минутки я думаю вот здесь наиболее вероятно именно этот таймфрейм сейчас будет срабатывать если мы на открытии 69 56 951 пробиваем то у нас цель движения в районе 69 37 вот сюда вот далее если пойдет пробить и 69 27 то у нас скорее всего несет вот сюда вот в этот диапазон 69 02 69 07 ну и соответственно если все-таки будет задерг и пробить 69 87 то мы увидим тестирование вот этого сильного уровня 68 55 на самом деле с учетом текущей ситуации я думаю вот вот это вот является опорным значением куда произойдет укрепление то есть вероятность того что пробой 69 29 он небольшой скорее всего где-то здесь будет проторговка на момент открытия сессия дальше посмотрим как будут развиваться события сейчас вот на 15 минутки при закрытии попытался развернуться и сходить цель этого движения у него находится в районе вот этого сильного уровня 70 14 вот на судя потому что нефть подросла за ночь я думаю все-таки движение разовьется вот сюда вот он прям сразу на открытие пойдем если пробой нижней границы произойдет то его еще есть возят вот сюда вот в этот диапазон дальнейшее укрепление я думаю сейчас маловероятно то есть надо чтобы нефти она закрепилась выше 40 41 тогда будет тестирование вот этого диапазона но опять же то что викс не снизился до тех значений которые он был на момент вот всей этой ситуации достаточно напрягающий знак и и он говорит о том что возможно этот отскок он либо не продлится долго либо это будет боковик так мы если мы рассматриваем по евро часовик у нас здесь картина следующий выходит если идет пробитие на открытии 78 65 то у нас по евро цель движения находится вот здесь вот эта линия 78 50 70 844 вот соответственно вот здесь вот она скорее всего проторгуется увязнет если вдруг пойдет пробить и 78 37 то отсюда пойдет движение вот сюда вот в этот диапазон то есть укрепление рубля но по 15-минутной формации скорее всего вот это движение по укреплению рубля она завершилась поэтому здесь на открытии важно куда пойдет сразу первый рывок скорее всего судя по вот этой формации по соотношению свечей а чудо пойдет отбой и цель этого отбоя она первая находится где-то ну вот сначала сюда но здесь совсем хоть небольшой если здесь закрепление то сразу движение в район семейце девяти вопрос в том как вот этот уровень будет пробит вот этот диапазон если отсюда начинается движение вверх то первый шаг сюда и второй шаг вот сюда если здесь мы пробиваем то развивается движение цель которую 78 51 пока исходя из 15-минутной картины здесь напрашивается движение вверх по укреплению евро вот но это посмотрим в первой минуте торгов появится ясность по этому вопросу